Студия Позитив Ну что, брат Люмьер, вот мы и придумали с тобой кино. А что думаешь, брат, будут ли о нас помнить лет атак через десять? Я думаю, брат, нас и через сто лет будут помнить. И весь благодарный мир будет смотреть кино, но больше всего нам будут благодарны писатели. За что благодарны? За то, что мы не придумали кино еще раньше. И мир до 20 века успел хоть что-нибудь почитать. Игорь Николаевич, по каким помойкам вы их находите? Игорь Николаевич, по всех сериалах. Кто сказал слово «сериалы»? А? Не говорит при мне это слово! Не говорит при мне слово «сериалы»! Не говорит «сериалы»! Где мой плоток, а? Костюмера. Оленька, не надо сейчас, Дедка, пожалуйста. Кто это, что такое? Что такое? Я, дедушка, режиссер. К сожалению, я. Только, пожалуйста, очень коротко. Прошу вас, потому что у меня очень мало времени. А мне с этими людьми вот предстоит кино снимать. Через час, понимаешь? Да я как раз по этому по… Что это? Я просил вас, пожалуйста, покороче, у меня нет времени, покороче. По поводу. Я хочу у вас сниматься, я актер, я 80 лет снимаю. Что, 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 что? Сколько он сказал лет? Сколько лет вы снимаете кино? 80. Нет этого не может быть. Извини, Олег, потому что вы заикаетесь. Так я как раз по тому и заикаю. Почему? Ну вот, помните, вот. Помни, помни, броненосец Потемкин, гениальный фильм. Вот люди работали, видишь, пацан в коляске, как его колбасило, как его трясолото. А этот пацан и есть. Как это играть? Я не понимаю. Осторожно. Дорогая. 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 Осторожно, я сказал. Дорогая. Правильно. Дорогая. Правильно. Сергей Константинович. Да. Смотрите, я, кажется, нашел ключик к этому образу. Какой ключик? Вот. Смотрите. Дорогая, я буду с тобой в самые трудные твои дни. Дни, 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 дни. Это вы сделаете. Кхм. Я смогу защитить тебя. Вот так. Красиво. Да, это я. Красиво. А что вы мне сейчас показали? Это откуда? Ну, как что? Я же все-таки ангел-хранительник. Голубчик, я, конечно, все понимаю. Вы, безусловно, большой артист. Заслуженный. Народный. Тем более, вы играли Гамлета. Но мы, мы, мы снимаем рекламу. Понимаете? Рекламу. Так что сейчас вы никакой не ангел-хранитель. Вы прокладка с крылышками. Все. Все. Приготовились и начинаем работать. Э, нет, ребята. Нафиг, нафиг. Я тампоны не играю. Я Гамлеты играл. Понятно? Эм. Эм. Ку-ка-ры-ку. Эм. 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 Я прошу прощения, товарищ Брежнев. Эм. Ну, шо, Петров? Эм. Шо ты для нас с товарищем Хонекером культурного на вечер не придумал? Эм. Большой театр, Леонид Ильич. Эм. Это правительственное ложе. Ты видно, Петров, тут у нас недавно работаешь. Эм. Эм. Запомни. Эм. Театр. Это я с французами. Эм. С англичанами. Эм. Эм. С товарищем Хонекером мы ходим в кино. Эм. Виноват. А какое кино вы предпочитаете? Эм. 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 Твой Эрвин. Здравствуй, Хонекер. Эм. 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 Я знаю. Дай басферон тебе. Ты в гриме? Я всегда в тоне, Мишка. Как Милка. Все в порядке. Милка. Все, извини. Очень серьезно. Я все понял. Я готов, да. Готов? Так, внимание. Стоп, стоп. Ромочка, подними камерку повыше, по штативчику. Не снимай меня снизу. Второй подбородочек прет. Худею. Внимание. Мотор. Стоп. Мясо, колбаса. Связочка. Пушечка. Готов. Все. Мотор. Камера. Сцена 32. Кадр первый. Дубль первый. Начал. Музыка. 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 Вы что? Вы что, ты милая? Вы подонки. Ублюдки вы, дегенераторы. Вы что наделали? Что вы наделали? Убил. Мафии вы. Блестяще. Что блестяще? Ваник. Что? Смотрите немножко не по сценарию, но очень убедительно. Очень. Идиот. По какому сценарию? Я бы посмотрел, как бы ты сыграл, если бы взорвали твою машину. Идиоты. Где пиротехник? Убью. Машину взорвали мою. Быстро. Сколько я сыграл, ради того, чтобы ее купить. Это твоя лучшая роль. Ты, ты гений, Ваник. Как известно, плохой мир гораздо лучше хорошей ссоры. И это единственный случай, когда плохое гораздо лучше хорошего. Да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пожалуйста. Осторожно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На. Спасибо. Ужас. У одних все, у других ничего. Да, ужас. Какая выпью, какая выпьючая несправедливость. Да. А хочешь, хочешь, я тебе отдам половину своего состояния? Хочешь, чтобы у тебя была такой же, как у меня? Пью. Пью. Хочу. Очень хочу. Давай выпьем. Давай. За это. За справедливость. Давай. С залпом. Пей. Давай. Пей. Пей. Ну, пей. Пей, давай. Пей, 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 пей. Из чего вам? Ну, как? Как? Ах. Да, хорошо. А как там насчет состояния? А все, как обещал. Теперь у тебя будет точно такое же состояние, как у меня. Состояние глубокого алкогольного отвлечения. Ну, 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 такого, кого, кого. Все на месте. Иду, иду, я иду. Так, так. Игорёк, Ромочка. Стоп, стоп. Игорёк. Работаем, ребята, работаем. Дима, кроссворд. Так, самая распространённая в России фамилия. Иванов. А, думай. Иванов. Кого-кого? Иванов. Здесь, здесь, здесь. Значит так, Иванов, тут такое дело. Сегодня, после работы, пойдёшь вагоны разгружать. Хорошо. Хорошо? Да. Завтра будешь рабочим помогать, ремонт делать. Хорошо. Хорошо? В туалете? Хорошо. В женском? Угу. А, а, послезавтра поедешь в командируку? Поеду. В посёлок? Поеду. В Бурятии? Да. Ну, там и у Дмуртия рядом, ещё на месяц. Ну, конечно, поеду, я вас спрашиваю. Ну, конечно, поедешь, ты, Малатиночка. Что ж ты за человек такой, ёлки-палки, что ж ты такой на всё согласный? Ну, скажи ты мне, ну, ты вообще мужик или не мужик, а? Ну, ты ж тут сколько лет, ты уже за копейки эти вкалываешь здесь. На кого ты вкалываешь за копейки? Ну, тебе не хочется вот так вот один раз, я так вот, взять вот кулаком, босс, в уголок засадить и сказать, хватит! Хватит делать из меня, козла пущие! Хватит, луной, понимаешь, все дырки затыкать, хватит! И знаешь, вот так вот, из трёх пальцев такую фигурацию, такую фигурищую, в рожу мне её вставить, она говорит, фахарю мне! Давай, 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 потихоньку! Сколько можно? Сколько можно? Мною дитки, датикай, да? Ты прибавку к зарплате хочешь? Да. Ну, давай, ну, давай, будь человеком! Поди мне! Сколько можно? Хватит, хватит дырки затыкать, понятно? Вот вам, хватит, хватит! Громче, громче, громче! Хватит ей! А то все время Иванов, все сразу Иванов, по-моему, не козёл отпущения, понятно? Вы что, себя позволяете? Что, сразу Иванов? Среди нас работал хам! Вы уволены, Иванов! Вон оттуда, сердце роботе! Хам! Товарищи, все вы помните, что во времена демократизации на вооружение милиции поступила дубинка, состоящая из двух основных частей – палки и держалки. И вот теперь, в наше время, время примирения и согласия, появилась возможность окончательно отказаться от держалки. Как это? Петров, чем вы недовольны? Мне за держалку обидно. Товарищи, представители рабочей, крестьянской и солдатской молодёжи! А сейчас перед вами выступит товарищ Альянин! Как я объявил, а? Товарищ Луначарский, я не могу выступать! Что значит «не могу»? Не может он! Не бережёте вы меня, Володенька! Вы что, у нас ещё две площадки заряжены! Все билеты проданы, а потом посмотрите! Посмотрите, посмотрите, что там за молодёжь такая! Могут и накостылять! Будем работать под фанеру! Как под фанеру? Не могу под фанеру! Под фанеру, я сказал! Так, голубчик, под фанеру! Так, 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 так! Всё в порядке! Всё нормально! Не вы первый, не вы последний, Володенька! Народ привык! Людям понравится, Владимир Ильич! Так, 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 так! Так, так! Это у нас какой съезд? Второй, третий? Третий! Ага, третий! Уже третий! Так, третий, голубчик, третий! Так, что-то на выход помним, носимся! Я говорю, выступает! А-а-а-а-а-а-а-а! Попробуй! Отлично! Правильно! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Товарищ... Товарищи молодежь, перед вами стоит архитрудная, но и архиважная задача, а именно учиться. Учиться! Учиться! Ура! 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 Он сказал учиться! Учиться! И ещё раз учиться! А я говорил, что пиво ускалывает, да? А я говорил, что пиво ускалывает, да? Я хочу пиво! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только на железной дороге так следят за комфортом пассажиров. Чай тебе носят, постель каждый рейс меняют. О! Пассажирам комфорт, а железным дорогам одни убытки. Не носили бы чай, не надо было бы постель каждый рейс менять. О! А-а-а-а-а! А-а-а-а! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты что мне по коленкам стучишь, невропатолог хренов? Ты что, вспятил что ли? Я-то как раз в порядке. А если в порядке, то по колесам стучай, а не по мне. А стучал я уже по этим колесам. Колеса эти... В общем, дальше вам пешком придется идти. Вот я и проверяю. Так вот. Так... Вроде, дойдете. Треть. Дойдете. Только на левую больше нагрузку надо давать, и все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Проводник! 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 А что? Вы не подскажете, когда будет станция Мымрина? В шесть утра. Проводник! 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 А вы бы не могли меня разбудить перед Мымрина? Разбуду, разбуду, разбуду. Проводник! 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 А я могу быть твердо уверенным, что вы не проспите? Да я не просплю. Мне все равно в полшестого в кабину по машинистам и телевизору. Проводник! 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 А зачем вам в кабину идти? Проводник! Вот блин! Ну, чтобы выбрали остановиться, должны машинистов разбудить или нет? Проводник! 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 Милейший, что у нас в Англии на железной дороге введены новые правила. А почему вы так решили, сэр? Дело в том, что каждый раз, когда мы въезжаем в тоннель, на паровозе раздается какой-то странный гудок. Это не гудок, сэр. А что? Это наш машинист, сэр. Просто он очень боится темноты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, девушка, мне, пожалуйста, котлетку по-киевски и гарнирчик. Котлеты по-киевски нет, на второе только бифштекс. Что у вас за ресторан такой? Третий день одно и то же. Из второго только бифштекс, который просто есть, его даже разрезать невозможно. Ну, не будете заказывать? Нет, ну все, ну черт с ним, несите бифштекс. Может, он хоть сегодня нормальный. Ой, вы знаете, я вот сейчас бифштекс не могу принести. Что же, и бифштекса нет? Ну почему нет? Бифштекс у нас всегда есть. Просто он пока занят. Давай быстрее, а ты не один здесь. Сейчас, сейчас. Людка, давай гарнир к бифштексу, сейчас освободится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так открыто же, открыто, заходи. Сосед, что у вас за шум? На дворе ночь пошли, вы людям спать не даете, но... Извините, ради бога, но только что товарный поезд прошел. Какой поезд? А, вот взяли. Все, уже прошел. Вы не обижайтесь сам, страшно, я не люблю мешать соседям. Но вот, железная дрова, моя давняя страсть. Вот. Как интересно. Не, ну интересно, только шумно очень. Ага, шумно. Это не шум. Вот сейчас будет шум. Сейчас литерный пойдет. Хотите посмотреть? Ну, покажите, все равно разбудили. Э-э-эм. Отправляемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошел. Вы, наверное, в прошлом железнодорожником были. В прошлом, в прошлом. Не был я железнодорожником в прошлом. Я был партизаном. Ух! Ложись быстро! Сочтемте наших матерей! От Советского информбюро прослушайте сообщение о подвиге юного железнодорожника партизана Витя Нитуды-Хатка, который пустил под откос целый состав литерный с немецко-фашистскими гадами! Витя занимался в железнодорожном кружке. Это его подарок советским железнодорожникам и ответ с фашистским железнодорожникам. Огонь! Не надо, Витя! Когда я был молодой, я думал, что пенсия – это деньги. А сейчас я понял, что пенсия – это отдых, это внуки, это телевизор. Точно! Я тоже. Как только вышел на пенсию, так сразу понял, что пенсия – это не деньги. Нет! Музыка Эй! Хорошо! Хорошо? Хорошо, жизнь удалась! Ээээээ! Плохо! А что, плохо? Бля-бля-бля-бля-бля! Старые мы с тобой уже стали. Детей у нас нету. А вот со старой сейчас совсем. Что мы будем делать? Что мы будем делать? Кто нам тогда воды принесет? Кто нам тогда воды принесет? Разнылся. Что мы будем делать? Будем пить неразбавленный. Наливай мне тиза. Засарас. Мое лицо спасает и мнота. Тихо, все нормально. А что я знаю, что стыка сгорела. Что ты узнал так много обо мне. Так, дед, это мое место. Не было вообще сколько мест. Уплочено. На старт. Внимание. Маска. Шляпу сделайте, шляпу сделайте. Шляпу сделайте. Вы, наверное, голубочки из провинции, да? Так вот, нам очень повезло. Это Ромео и Джуньетто. Лучший состав. Народные артисты Советского Союза. Глянуйся, мой друг. Сорок лет на сцене. Вот это его. Сердце боль. Да. Поэтому, если вы, голубчик, неправильно в винокль смотрите, переверните. Вот так шло, да? Лучше вот так. Держи балкон, милый. И сразу все становится прекрасно. Да. И баба-то как маленькая. Я прошу прощения, ради Бога, извините. Купите книжку, помогите пенсионеру. Сколько стоит? Ну, вообще-то, пятьсот долларов. Ну, глядя ваши прекрасные, добрые, честные и замечательные глаза, вам отдам за четыреста девяносто девять. С половиной. Ну, ладно, дедуля, пройдем в сторонку. Угу. Пойдемте. Так сколько, говоришь, четыреста девяносто девять? С половиной, извините. На хлебушек, прошу, на хлебушек. На хлебушек? На хлебушек. Вредновато тебе будет, дедуля, так много хлебушка жрать. Ай, что это я ж не один ем, я ж с внучатами. Шшшш. Шшшшш. Шшш. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ребята, здра... Господи. Не обижай пенсионера. Что у вас? У меня к вам. У меня к вам срочное дело. Вы помните, месяц назад к вам приходил Валентин Петрович Семенов. Семенов? Помните? Еще бы. Помню ли я? Да я его на всю жизнь запомнил. Он пришел, скандалил, пенсию требовал. А вы не дали. Правильно, не дал. Не дал, потому что ему 56 лет. Я ему объяснял, что мужчины выходят на пенсию в 60 лет. Это женщины выходят в 55. Так вот, пенсию гони. Ты понял? Что значит гони? Вы ему кто? Жена, кто? Я ему я. Кто? Я ему я. Я ему я. Дело в том, что Валентин Петрович Семенов это я и есть. Я просто подумал, чем мне еще вот так вот 4 года пахать, так я лучше. Как мне все болит, Господи. Так я лучше. И все. Короче, я теперь Валентина Петровна Семенова. И мне 56 лет. Понял? Вот. Пенсию гони. Толечка, в министерство. Николай Иванович. Николай Иванович. Василий Петрович, ну что такое? Опять вы. Что это такое? Ну мы же вас вчера уже проводили уже на пенсию, слава богу. Ну что такое? Неплохо проводили, да? Ой. Николай Иванович, я как раз по этому вопросу. По какому вопросу? По какому вопросу? Мы вас проводили, красиво, вручили ценный подарок, с дарственной надписью. О, да. Извините, будильник замечательный и надпись, по-своему, очень хорошая. Я же придумал. Что мы хотели сказать этой надписью? Что вам больше не надо вскакивать утром с постели, спешить на работу. Ну вот. Нет, ну очень красивая надпись. Ну формулировочка какая-то странная. Николай Иванович, ну какая-то... Ну вот спи спокойно, дорогой товарищ. Василий Петрович, ты что это? Ты меня с утра устраиваешь, понимаешь? Мне в министерство ехать? Знаешь, спи спокойно, действительно, понимаешь? Что ты понимаешь тут с утра, понимаешь? Да ну тебя, понимаешь? Я, я... Ну мне просто обидно. Ну я, хей Богу, столько лет отработал на предприятии. Ну что, нельзя было написать там спасибо за многолетний труд. Или желаю вам... Ох, сосед, а давненько тебя не видел. Ну и, что ж ты так опустился, а? Похудел, такой заросший, небритый, а? Ну и из-за телевизора. Только соберусь в магазин или в парикмахерскую, по телевизору тут же говорят, оставайтесь с нами. Да, да, да. Кто там? Это я. Люба, это я. Ты, да? Сейчас, Люба. Сейчас. А не открывается. А не открывается. Замок. Замок. Что с замком? Не знаю. Не открывается. Ты так рано? Еще рано. Ну, рано. Ты же, что, целых два часа должен быть на работе? Ну, и что? А у тебя просто рано. Да не надо, не одевай тапочки. Если ты что-то забыл, я вынесу тебе. Да ничего, я не забыл. Я специально раньше пришел. Специально? Сейчас же футбол по телевизору. Футбол? Финал, конечно. Ну, мечту. Куда? Ну, куда? Ну, дай пройти. Не дам, не дам. Не дам пройти тебе. Дай пройти. Да дай пройти. Что такое, Люба? Люба! А? Кто это такое? Где? Кто это такое? А, это... Это телемастер, это... Да, у нас же телевизор сломался, Петя, я тебе не сказал. Что? Телевизор сломался. Ты соображаешь, что ты говоришь, или нет? Да ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю. Как этот телевизор сломался? Как я буду финал смотреть? Ты телемастер? А? Чини! А почему он в трусах? И в мать? Почему он в трусах? А потому что он не смог починить телевизор. В этом же все и дело. Он не смог его починить. Он вообще ничего не может, это телемастер. И... А я же знаю, что такое для тебя футбол вообще. И что такое для тебя этот финал конкретно. Петя, вот... Он и будет вместо телевизора. Садись, Петя, садись. Смотри, он будет футбол показывать. На. Футбол. Мы ведем наш репортаж из Хорватии. Брегович, как печатает мяч? Как печатает? Какая обработка у Бреговича мяча? Пас Пуковичу? Я Пукович? А-ха, вот пас Пуковичу. А я Пукович, а ты Брегович. А я Пукович, а ты Брегович. Как дружно мы здесь играем в футбол. Как мы любим футбол. А вот так, а вот так, а вот так, а вот так. И пенальти. Пенальти пробивает Пукович. Приготовились. На воротах Петя. Удар. Ой, это гол. Петенька. Петя. Петя, прости, мальчик. Принес я. Новый сценарий. Гениальная идея, свежее решение. Опять вы? Да. До свидания. До свидания! Будете локти себе кусать. А я уже кусаю. Я вам вернул 27 сценариев. Ни одна студия вас даже на порог не пускает. Все ваши свежие идеи уже были сто раз. Сто. А, хотите угадаю? Мать нашла потерянного ребенка. У главного героя амнезия. Отец не узнает собственную дочь, потому что на ней новые туфли. Кофточка. Кофточки. Когда будете уходить, не стучите дверью. Такого еще не было. Вот. Что это? История про маньяка. Про маньяка? Было тысячу раз. Тысячу. Нет, это он телевизионный маньяк. Телевизионный? А. Тоже было. Хотя, ну и что он там делает? Хороший парень. Носит приличный сценарий. Ого. Руководителям каналов. И когда они эти сценарии не принимают, в нем просыпается чудовище. Зверь. Ужас. Маньяк, убийца, животное. И он мочит. Мочит. Эти козлов. Он их... Мочит. Охрана. Хватит. Не надо. Давай, Гоша. Давай. Давай, родной. А что ты? Ну, осторожно. Коробку держи. Сейчас подойди в ухо. Да хрен с ней. Ой. Все равно на свалку. Жена, вот дура, а. Гоша, я что, виноват, что спортивный канал открыли? Ты себе можешь представить меня без Тур-де-Франс? Не могу. Обезуем Балдуона, Гоша. Я себя-то без него представить не могу. Эта дура, дьёжка, устроила мне скандал, истеричка. Так и сказала, да. Или я, или этот Телек, ну. Но ты же, ты же мужик, Гоша, ну, ударил бы кулаком по столу. Что, я дурак, что ли? Из-за неё полированный стол ломать, что ли? Ты же знаешь, у меня кулак кувалда. Да, я-то знаю. Да. Нифига себе, стола ему жалко, а телевизора ему не жалко. А как же ты теперь без телевизора? Что ты, ку-ку, я без телевизора? Ты что, Гоша, я без телека, да? Телевизор как раз дома остался. А вот жена. Я же тебе говорил, кувалда, ты знаешь. А бытро взял. Бытро взял, казал. Бытро мало-помалу брось. Бытро, казал. Бытро! Олимпиаду по шахматам. Пойдёшь ко мне посмотреть? Я лучше домой. Домой я. Я посмотрю. Е-2, Е-4. Я ужинать буду сегодня или нет? Что ты такое? Здесь почти всё готово. Сейчас, я быстренько, две минуточки. Куда, куда? Я с работы, я жрать хочу. Она бегает туда-сюда, туда-сюда. Ну что такое, ты пять минут не можешь потерпеть? Не могу. Ну пожалуйста, ну 57-я серия заканчивается. Я умоляю тебя, Мигель, он так любит Кочита, он её обожает. А эта сволочь, это Изабелла, это дрянь. Она как всегда подсматривает чёлочку. Но самое интересное, Петро лежит под диваном. А сейчас должен прийти Рауль. Если он придёт, что будет? Ну я должна досмотреть, я умоляю. Ага, сейчас. Ужин давай, ужин. Я сам тебе скажу, чем там закончилось. Ну рассказывай, что произошло? Что Мигелия? Доживает последние минуты. Ай, Изабелла, Изабелла. На грани жизни и смерти. Ах, 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 так и надо. Две такая змея, что мой бедный Рауль. И он тоже. Что? Они все собираются выброситься из окна. Я должна это увидеть. Хочешь увидеть? Да. Ну сейчас увидим. Пойдём. Я, наверное, просто покончу в себя. Вот. А, нет, нет, нет. Нет. О, мой бедный Рауль. Не знаю, что я буду хотеть иметь сделать. С собой я, наверное, просто покончу в себя. Ой, нет. Только не в себя. Если твоя покончит в себя, то моя наложит тебе в руки. Если на вашем лице появилась печать интеллекта, значит, вы получили образование. А если на вашем лице появилась просто печать, значит, вы получили паспорт. Паспорт. Как мои дела? Паспорт сделали? Он мне срочно позарез нужен. Я оплатил за срочность. Я тебе не паспортный стол. Сказал, сделаю, значит, сделал. Ну, настоящий я оплатил за настоящий. А у меня все фальшивые паспорта настоящие. Кушайте, кушайте. Кстати, с тебя еще стольник. Какой стольник? За подбор фамилии, имени и отчества. Это же грабеж. Я же платил за. Плюс за. Плюс за. Я так и знал. Какой же ты козел. Ты козел. Я не козел. Козел. Не верь мне, извинитесь. Хорошо, извини. Ты не козел. Вот так вот. Знаешь, кто ты? Ты жмот. Ты в Асесуале Акакевич жмот. Кушайте, кушайте. Прекрасно. Заместительно, замечательно. Ваша сука... Не слушаю. Простите. Будет украшением нашей выставки. Прекрасный экстерьер. От предложений повязки, наверное, отбою нет, да? Не слушай, как можно. Что вы говорите? В присутствии Глори. Я хозяйка строгая. Женщина серьезная. Распущенности я не допущу. Ну что вы. У нее всего один партнер. Один. На всю жизнь. И она у него одна. Прекрасно. Прекрасно. Ну, с документами, очевидно, все в порядке, да? Да, здесь... Родословные. Прививки. Награды. Я вижу прививки. Родословные. Замечательный терьерчик. А почему... А почему здесь написано Сен-Бернар? Это трагедия всей моей жизни. Всего один раз на прогулке не углядела. И вот. Ну, что было, то было. В общем... Сен-Бернар... Это она по мужу. Жан-Пьер. Фу. Фу, Жан-Пьер. В чем дело, товарищ? Пропуск. Пропуск? А, это рабочая крестьянская бдительность? Она. Это архи хорошо. Молодец, голубчик. Молодец. Ай. Я сказал пропуск. Пропуск? А вы что меня не знаете, товарищ? Я Ленин. 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 Я-то, может, и узнал вас, Владимирова наш Ильич, но... Но не положено. Нужен документ с фотографией. С фотографией? А, сейчас. Вот тут как раз моя фотография. Слышайте. Товарищи, товарищи. Ну как? Такой документ подходит? Я могу пройти. Владимир Ильич, ну еще два, там три таких документа, ну, сколько не жалко. И можно проходить. Вот тут как раз. Раз. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я умоляю, поменяйте мне фамилию, я прошу вас, поменяйте, поменяйте фамилию. Ну, я не понимаю, ну, я не понимаю, зачем начальнику ЖЭКа фамилия Ньютон? Ну, почему мне нравится ваша фамилия, Федоров? Красивая фамилия. Хорошо, Ломоносов, можно? Ну, на худой конец, Ломоносов. Нет, ну, почему Ломоносов? Зачем Ломоносов? Чтобы дворниками командовать, в школе? А какая у дворника фамилия вы знаете? Ну, какая у дворника, может быть, фамилия? Эйнштейн, что ли? Тихо! Звали! Альберт, Альберт, иди! Альберт! Я хочу домой, пустите меня. Ай-яй-яй-яй. Я домой хочу, я хочу домой. Я вообще, я вообще не понимаю, как вы только жили среди нормальных людей. А я нормальный, я не сумасшедший. Нет, конечно, вы не сумасшедший, но мы вас вылечим. Не надо меня лечить. Не надо, голубчик, надо, как это не надо? Надо, вылечить. Ну, хорошо. Ну, вот скажите мне, вот напрягитесь, постарайтесь вспомнить, вот, как ваша, как ваша фамилия по паспорту, как? Бонапарт. Очень хорошо. А имя? Имя по паспорту? Ну, Наполеон. Он Вова, он Саша, а вы Наполеон. Очень хорошо, абсолютно нормально. А место рождения, случайно, у нас не Корсика? Ну, как же, Корсика. Замечательно, замечательно, очень хорошо. Так, Володя, значит, в третью палату его, к Наполеону. Ребята, нет, ну, это что-то, это что-то невероятное. Это же 20-й Наполеон за месяц. И все из одного района, из одного, Володя. Это эпидемия какая-то. Вы не волнуйтесь, выйдите отсюда через годик-полтора. Каким-нибудь самым обыкновенным, Ивановым или Сидоровым, мы вас вылечим. Вы не волнуйтесь. Если у нас такие специалисты, в третью. Так я, так я Сидоров. И я знаю, что я Сидоров. Надо было не нас сюда забирать, а паспортистку нашу отсюда мне выпускать. Специалисты. Ну что, Николай Николаевич, делаем бордилов? Нет, нет, нет. Делаем в Атерлоу, причем с разбегу, ребятки, давайте. Ура! Ура! Бах! Черт. На выборах каждый должен как следует подумать, выбрать достойнейших, отметить их имена на бумаге и тут же бросить эту бумажку в урну. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что такое? Здравствуйте! Кандидат в депутаты Шпонкин желает вам доброго утра и поздравляет вас с днем выборов. Совсем обалдели. Какой Шпонькин? Я после тяжелейшей ночной смены. Сейчас 6 часов утра. Правильно. Избиратели участки уже широко раскрыли свои двери и кандидат в депутаты Шпонькин. Пошел ты нахрен со своим Шпонькиным, понял? Я тебе так скажу. Вот ваш Шпонькин идиот. И агитаторы у него дебилы. Мужик, ты на меня не обижайся. Я собирался проснуться и пойти проголосовать за Шпонькина. Вот я теперь за него буду голосовать, ты понял? За Сундукова я буду голосовать. За Сундукова. Вот так вот. А я не обижаюсь. Я-то как раз агитатор Сундукова. Вась, это к тебе. Ага. Мне туда, да. Туда, туда. Сюда. Добрый день. Здрасте. Приятный аппетит. Спасибо. Доверенное лицо депутата Ложкина. Голосуйте за партию Ложкина. Мы обещаем накормить весь народ. Накормить. Значит. Партия Ложкина. Депутат Ложкин. Здесь он. Главное, это решить продовольственную проблему. Вы согласны. О, да. И обеспечить стране... Продовольственную безопасность. Ага. Обеспечить так сделать, чтобы наша пищевая промышленность работала на всю катушку. Вот. Мужик. Да? А ты что вообще? Голосуйте за депутата Ложкина. Он обещает накормить народ. Ага. Я понял. Накормить народ. Уже не актуально. О, слушай. А посуду помыть он не обещает. Сейчас узнаю в штабе. Господи, и помилуй Богом хранимую страну нашу, власти и воинству и я. О, гради милости... Пап, дорогой, ну я же тебя просил, ну я же тебе объяснял, что Пупкин очень хороший кандидат. Так я все помню, сынок. Что ты помнишь? Все. Я же тебе объяснял, что он не просто прекрасный политик, честнейший человек. Он еще так, на секундочку, мой начальник. Ну я понимаю, твой начальник, ну я все сделал, как ты просил. Что ты сделал, как я просил? Я тебя просил просто пойти и поставить за него птичку. Птичку. А ты что сделал? А я пошел и поставил за него свечку. Ну так просто надежней. Прости, Господи. Вот такой вы, Иван Павлович, получились. А что, хорошо. Добрый такой. Да. Человечный, а? Мне нравится. Что еще? А вот здесь подпишите, пожалуйста. Ага. Так, а ну пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда, я тебе сказал. С прокламациями своими. Вы что себе позволяете, а? Это что вы себе позволяете? А! Если вы самый дорогой имиджмейкер, и вас там на счету сотня избранных депутатов, это что, не значит, что вы должны вот так врываться ко мне в кабинет? А ну сидеть! Сидеть, я сказал. Правильно. Я самый дорогой имиджмейкер. И то будете вы депутатом, или не будете, это уже давно не ваше личное дело. Это вопрос моей профессиональной чести. А что я? Вы что написали в декларации об имуществе, а? Имею домик в Швейцарии. Вы что, с ума сошли? Завтра об этом напишут все газеты. Домик у него в Швейцарии. У простого человека из народа. Уборца за права рабочих. Вот они за тебя проголосуют, твои рабочие. Понял? Нет, ну я действительно решил, что они и так докопаются. Думаю, сам как бы честно расскажу. Так, где там домик этот в Швейцарии? Где он? Ну, возле Женевы. Возле Женевы где? На природе, в предместе. Нет, ну кто же сейчас в городе покупает? Ну, конечно, на природе, конечно. Что на природе это хорошо. Да? Да. Это замечательно. Что на природе. Так, ребята, по первому варианту. Быстренько, быстренько, работаем. Так, встал, 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 встал. Встал, встал, встал. Я не понял. Все, потом объясним. Это пудра. Кувшинчик, приготовились. Все. Так, туда. Улыбочка. Вот так, Иван Павлович. Вроде ничего. Да, да. Да. Ну, потеряем голоса рабочих, потеряем. Но получим голоса крестьян. Да. О, да, вот. Фу, напугал ты меня. Ну, что ты, Петрович, ты же взрослый человек. Чем ты занимаешься? Ну, как тебе не стыдно? Ну, это мне не стыдно? Это как вот ему не стыдно? В каком смысле? Да, в прямом. Это же Гузякин, вот это, Гузякин. Я же его лично знаю. Козел натуральный. И туда же, понимаешь, в кандидаты. И вот у него борода, у него, как у козла, у него борода. Вот такая вот. Гузякин, говоришь. Гузякин, Гузякин. А ну, дай мне, дай мне. А ну-ка. Вот так. Ну, что ты делаешь? Ты его не знаешь? Ну, лично я его, конечно, не знаю. Но жену его, Люську, Люсьечку, Люсьенгу Зякину, я знаю очень хорошо. Так что рога у него тоже, как у козла. Можешь мне поверить. Люська, я... Нет. Знаешь, ты за какой номер ты голосовал? Я не помню. А ты за какой? Я ее тоже не помню. Значит, у них этот номер не пройдет. Коля, оде этот пирожковченко. Во второй. Во второй. Поесть, дайте. Мне положено мясо сто грамм. Приказом премьер-министра. На тебе стук. На тебе ступися. Добавку дать. Добавку. Гражданин пирожковченко. Ой. А как я здесь оказался? Что я тут делаю? Я спрашиваю. Гражданин пирожковченко. Он. То есть я. Так вот, гражданин пирожковченко. Вы вчера прошли в думу. Ай. Я прошел в думу? Так я теперь депутат? У меня неприкосновенность. На каком основании вы меня задерживаете? Эй. Вот и вчера вы в таком состоянии, размахивая бутылкой, пытались пройти в думу, разбили два окна. Пришлось наряд вызывать, чтобы вас из думы вытащить. Я требую спикера! А спикер у меня всегда с собой. Вот он. Познакомься. Это спикер. Ай! 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 Вот, вот, хорошо. Хорошо. Спокойно, вальяжно. Убедительно. Замечательно. Еще немножко. Да ну что это такое? Ну что это? Что вы из меня, клоуна, сделаете? Ну что вот? Вот это вот? Вот это вот? Это что, мне поможет набрать голоса? Да я в этом просто уверен. Вы поймите, что в этом районе проживает очень много трудных подростков. Если вы им понравитесь, они проголосуют за вас. Да? Ну, конечно. Ну, давайте еще разочек попробуем. Давайте. 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 Вот, вот, хорошо. Вот, 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 замечательно. Замечательно. Ну, можете же, когда заходите. Ну, можете же, да? Это все. Все, все, все. Нет, я не могу. Я не могу. Так. Давайте ролики снимем. Давайте ролики. Сравни. Но ходить будете точно так же. Понятно? Вот так вот шатаясь, вот так вот. И хватаясь за стеночку. Понятно? Да, конечно. Да. Точно так же. Все, но без роликов. Давайте, давайте, давайте. Точно так же. Давай. Пошли, пошли, пошли. Вот, вот. Ну, хорошо. Ну, хорошо же, ну, замечательно. Да что замечательно? Ну, что замечательно? Ну, скажут пьяница, ну, алкаш скажут. Вы что думаете, вот это вот мне поможет набрать голоса подростков? Нет. Но теперь за вас будут их отцы и деды. Это важно. Еще. Попошли. Вот так. Вот так. Спасибо, что исполнили свой гражданский долг. Мамочку пропустим. Оля. Господа, мы дошли. Дошли. А ну, стихнулись. Мы дошли. Дошли. Вот именно, что дошли. Мне стыдно вот в таком вот виде и на выборы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У нас была дискурсия. В общем, спорили мы. У нас три кандидата. Три. И мы снимаем перед ними шляпу. Мы долго, мучительно спорили. Кого выбрать? Чтобы всем было хорошо. И вот пришли. Ну и правильно сделали. А чтобы всем было хорошо. Надо, чтобы все пришли и проголосовали. А мы пришли сказать, чтобы нас не ждали. Почему? А потому что нам уже хорошо. О, хорошо. Нам уже хорошо. 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 Ой. Ой. Хорошо. Ой. Ну как? Какие ты братья с настырной все-таки, а? Ты из какой газеты? Я из Вечерки. Корреспондент Мушкин. Ну и что тебе нужно? Ну как, Олег Иванович, вы нарушаете закон о выборах. По закону кандидат в депутаты должен на время выборов находиться в отпуске. Ну и что? Ну как что? А вы вот продолжаете работать в министерстве, используете, извините, административные ресурсы. Я в отпуске. В отпуске. Ну как это в отпуске? Вы же ходите на работу. Вот сейчас вы находитесь в своем кабинете министра. А я тебе говорю, что я в отпуске. Вот это в отпуске? В отпуске. В отпуске. Смотри. Смотри, смотри. Ну, амигос, понеслась! В отпуске, понимаешь? В отпуске! Смотри, смотри. Ну, амигос, понеслась! Ну, амигос, понеслась! Ну, амигос, понеслась! ПЕСНЯ Ай-яй, 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 вы кто? Я Рострадамус. А! Мама, во все века человечество интересовалось, когда будут войны, революции, наводнения и землетрясения, не урожаи и эпидемии. Месье Рострадамус, а вот в ближайшем будущем все будет хорошо, в ближайшем. Не вижу никаких катаклизмов. Все будет хорошо. Спасибо, это хорошо. В целом, в целом для человечества все будет хорошо. Стоит тут, не пройти, не проехать. Стоит весь вечер. Чего ты раскорячился? Бедная моя дочка, господи, куда она смотрела? Ой, Клавдия Семеновна. То есть мама. Мама, это мое хобби, я за звездами наблюдаю. За звездами он наблюдает. Белка и стрелка. Космонавт нашелся. Какого толку с твоих звезд? Никакого толка. Почему же? Ну что вы, говорят, если звезда упала и успеть загадать желание, то оно обязательно сбудется. Ага, обязательно сбудется. Желание успеть загадать. Звезда упала. Ну, вот, на, на. Вот, звезда упала. Все. Ну, у тебя желание сбылось. Эй, одно сбылось. Вот, вот, вот. Соседи! Соседи! Тяжись, брат! А-а-а! А-а-а! Пошел вон! Ты кто? Сосед снизу! Что? У вас торжество, да? А-а-а! Нельзя ли потише? А-а-а! Что надо? Нельзя ли потише? Мы там сеанс проводим! Спиритизма! Что вы там делаете? Мы духа вызываем! Духа! А чей дух? А чей дух вы вызываете? И... И... Ивана Гродного! Ой! Ивана Гродного! Так это вы его вызвали! А он квартирой ошибся! И вот, что вытворяет! Голубый! Всех живота лишу! Пошел вон! А-а-а! Держи! Тюгерди! Мерды! Мерды! Ну... Вызовем дух писателя Ивана Бунина еще раз. Ну, еще пять раз его вызывали, этого Бунина. Ну, и что, что пять? Я его уже целый год каждый день вызываю. Приятно поговорить с интеллигентным человеком. Вы готовы? Да, готов. А вы не устали? Нет. Начнем. Вызываю дух писателя Бунина. Дух Бунина! Явись! Ну, действительно, Иван Алексеевич, давай! Скажи, что нам делать? Что нам делать? А? Что это действительно в самом теле? Он явился. Где он? Он снова с нами. Я хочу тоже. И! И... 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 Ид... Иди. Иди. И... Идит. 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 Мне была одна Эдит. Эдит. Ее звали. Эдитте. Он указывает нам дорогу, он указывает нам дорогу. Куда указывает нам дорогу? Идите. 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 Идите на. Идите на. Идите на. Идите на. Идите на. Идите на. Да пошел он сам. О, здорово, Вовик. Акимычу. Акимыч, посмотри, как все вместе, ансамбль. Ничего. Да? Да. А я пошел. А хоть я судьбу твою предскажу. Я ведь в будущее заглядывать умею. Ты, да? А врешь ты все, что ты там? Ну, вот давай так, на ход ноги. Куда я сейчас пойду? Никуда. А я тебе сказал, врешь. А что? Я в театр иду. Иду в театр, да? Театр имени... Там есть театр. Сотрудница, коллега по работе пригласила. Пригласила. Такая же женщина. Очень. В театр. Че, не веришь? Че ты? На, смотри. Чехословакия. Видел? Ну-а-а. Так. Сегодня в театр, а? Завтра в кино. А послезавтра уже... Никуда ты не пойдешь. Не сегодня, не завтра, не послезавтра. Потому что корешок твой... Ну. Митька, из 27-й. Жену в отпуск, как правило. Так он на радостях 8 бутылок водки купил. Алкоголик? Угу. Сколько ты сказал, что он купил? 8. Пропал театр. Закаркал оракул. Митя! Это... Это Вова с 30-й. Митя! Тебе столько нельзя! Митюш, это... Тебе нельзя так много, Митя! В наше время трудно себе представить, что энергетика появилась совсем недавно. Ведь электрический ток изобрели всего лишь... Жлобости все это! Ток изобрел еще Господь Бог. Причем в первый же день творения. Библию надо читать. Ага. Ну и где это там сказано? На первой же странице. И сказал Господь, да будет свет! И включил рубильник. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово имеет начальник цеха, товарищ Иванов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я, товарищи, буду краток предельно. Я вас хочу поздравить с нашим профессиональным праздником. С Днем энергетики. Теперь, как всегда, отдельно по Петрову. АПЛОДИСМЕНТЫ Корица с праздничком, мужики, чувак. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочется отметить, что по итогам минувшего года в вашей работе плюсов было значительно больше, чем минусов. Как? Стараемся! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ну, если такая положительная оценка моего скромного труда, то можно рассчитывать на маленькую, так сказать, премию. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы что, меня не поняли, Петро? Я сказал, что в вашей работе плюсов было больше. А мы с вами что производим, Петро? Батареечки, аккумуляторы. Вот именно! Тогда почему, черт возьми, вот здесь вот плюсов значительно больше, чем минусов? А-а-а! Ну, плюсынул чуть-чуть. Че толчется? АПЛОДИСМЕНТЫ Мужик! Че такое? Че ты? А че ты, братан? А ты че? А че такое, братан? А че ты? Ну, че ты, ну, в самом деле, ну, братан, ну, ты понимаешь, ну, там же провода. Ты видел, братан, ну, это же цветной металл. Я залезу, братан, сейчас, знаешь, потом сдам такие деньги. А ты, это, табличку видел, нет? Так, да че ты, братан, ну, че ты, ну, че, я в гробу я видал эти таблички, я это электричество, как свои три пальца знаю, вот, братан, видишь, вот, понимаешь, ну, уже опыт есть, перчатки резиновые, плоскогубцы есть, ну, инструмент подходящий, братан, ну, че ты. А ты че, читать не умеешь, нет? Тут написано, не влезай, убьет. А че такое? Че так? Ну, че ты? Кто ты? Ты кто такой? Кто ты такой, а? Да я-то как раз и есть. Тот, кто убьет. Инструмент у меня, подходящий. Че ты, братан? Убью, ворюга. Че ты, братан? Ты понял, я ты, ворюга, ты ворюга. Ворюга, я тебя… Я напряжен немного. Как? Все. Звук. Работаем. Сегодня я расскажу вам историю о человеке, который попал в экстремальную ситуацию. Его заперли в трансформаторной будке. И там, среди оголенных проводов высокого напряжения, он провел... А сколько он провел? Он провел. Сколько вы там провели? Трое суток. Еще раз. Работаем. Ясно получилось. Сколько вы там провели? Трое суток. Трое суток. К счастью, все закончилось благополучно. И самое интересное, что спасла этого человека женщина. О, как это символично. Расскажите нам о ней, пожалуйста. Нет. Мне неудобно. Здесь нет... Здесь нет ничего неудобного. Ведь, как известно, именно женщины всегда спасали мужчин. Что же за женщина спасла вас среди этих жутких проводов этого ужасающего электричества? Какая она? Молодая, красивая. Ну, какая, какая... Ну, там электричество кругом. Ну, женщина... Ну, в общем, женщина меня спасла резиновая, надувная. Ну, отличный изолятор. И напряжение действительно снимает. Ну, я вам сейчас покажу. Не, не надо показывать. Не надо это... Вы не думали, что я... Прекратите съемку. Что я там... Я прошу это не снимать. Посмотрите. Не надо это снимать. Прекратите мать вашу. Убедите это немедленно, чтобы я не видел. Я не знал, что у вас это... Я скоро вернусь. А куда он пошел? Ну, давай. У нас принято. До дна. Хорошо у вас на электростанции. Тихо. Спокойно. Я до этого на пяти раз на КС работал. Так там даже чихнуть не давали. А у вас хорошо. Все сидят. Приятно. Целый день пиво пьют хорошо. Ну, да. У нас ведь как? Мы ведь используем в основном альтернативные источники энергии. Я знаю. Я знаю. У вас, кажется, приливная электростанция, да? Нет. Нет. Это на западе там. Да. Там они... Они... В основном они как? Они ведь прилив используют. А мы используем энергию отлива. О! Так, смотри. Первая бригада уже отливает. Первая бригада. Заканчиваем. Приготовится второй бригаде. Давай, давай, быстрее. Я что-то не готов пока. Дорогая жена, с Новым годом! С Новым счастьем! Вот каждый год ты говоришь один и тот же тост. А сбывается он только наполовину. Дорогая жена, с Новым годом! Дорогая жена, с Новым годом! Дорогая жена, с Новым годом! Убудите, будите, тетя вы мне физически неприятный! И вообще, я требую присутствию адвоката! Петриан, а ну что ты, ей-богу, что... Да выводи ты его. Ты сзаконнее. Это другая, ты тут отличная сейчас. Ты смотри, а. Я попрошу без рук. Я артист. Я предупреждаю, я ухожу. Он заткнулся здесь. Какой ты артист. Ты урод, а не артист. Ты понял, кто ты? Вот тут написано в протоколе, какой ты артист. Две витрины разбил? Да. Четыре урны перевернул? Ой, было. Двенадцать. Двенадцать прохожих нецензурно поздравил с Новым Годом. Поздравил? Все, сейчас протокол составим. И на 15 суток. Ты понял? Да мне плевать, что ты Дед Мороз. Не плевать. Я не Дед Мороз. Я 2003. Значит, уходящий год. Понятно? Уходящий. Значит, я должен уйти. Время не остановишь. Елочки, елочки, свежие, пушистые елочки. Неверенно вернитесь, подберите бумажку. Как вам не стыдно, вы засоряете окружающую среду. Спасибо. Юноша, елочку берем, 600 рублей штучка. Как вам не стыдно? Из-за наживы вы губите елочку. Так Новый Год же. Ну, и что, что Новый Год. Можно делать искусственные елочки. К примеру, их можно делать из полимеров. И тогда вы не будете губить природу. Если их из полимеров сделать, то... Что ты ко мне пристал, а? Кто ты такой, чтобы мне мешать, а? А я... А я из общества защиты природы. Ух ты. Что ты говоришь? А я из общества защиты полимеров. Елочки. Покупаем елочки с межрубленными. Сыночек, что ты делаешь? Письмо пишут дедушке Морозу. Мама сказала, что если написать письмо, а потом положить его в носочек под елочку, все желания исполнятся, папа. И ты веришь? Да, конечно. Вот, смотри, ну смотри, ну вот же бланк специальный. Исполнение желаний. И доставка подарков дедам Морозам. Сыночек, ты спидывай, ты уже одеваешь. А я сам письмо под елочку положу. Вот. Дорогой дедушка Мороз, я хочу, чтобы в мире все было хорошо. Подари, пожалуйста, всем людям счастья, здоровья, веселья. А мне плюшевого мишку. Стошное. Всем счастья, здоровья, веселья. И мутилочку водочки. Молодец, сынок. Молодец. Я обожаю преддверие Нового Года. Я тоже. Контактно. 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 Это как-то очень контактно. Иди на диванчик. Да сядь, сядь. И-и-и. А где диван? А диван где? Дорогая, я решил тебе сделать сюрприз и встретить этот Новый Год по-итальянски. Что на полу? Да нет. Ты, наверное, не знаешь, что в итальянстве есть такая традиция перед Новым Годом выбрасывать старые вещи в окно. Вот я и решил выкинуть этот старый никому не нужный диван. Ты сошел с ума? На нем так любила спать моя мама. Не волнуйся, дорогая. Я его выкинул так, что она даже не проснулась. На волкот! На волкот! Таня! Ну ты совсем шуток не понимаешь? Где же этот деднорос черт его побрал? Ну как вам атмосфера нашего праздника? Вам нравится у нас? А будет еще веселее, я это вам гарантирую на 250 процентов. А вам как? Хорошо, уютно, замечательно. Скоро придет Дед Мороз и уже как бы начнется настоящий Новый Год. С минуты на минуту он должен прийти. А вот и Дедушка Мороз, начинаем наш праздник. Здравствуйте, люди добрые. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Здравствуй, добрый человек. Это что такое? Я же просил в агентстве, чтобы не представили настоящего актера. Несвободительность на холд. Ну что такое-то? Ну ты что? Я же недавно в шоу-бизнесе. Ты имей снисходительность. А потом, ты знаешь, у меня такая программа. А это, на, особенно хоровод. Хоровод это проходит на ура, это гвоздь программы у меня. Да вы посмотрите на этих людей. Они не станут с вами водить хоровод. Чему не станут? Потому что не станут. Станут они водить хоровод. У меня для этого помощница есть, Снегурочка, сейчас. Граждане, а давайте сейчас все вместе позовем Снегурочку. А давайте дружно крикнем Снегурочка. Снегурочка, а ну-ка мне. Снегурочка. Ко мне. Ай, мой. Ай, 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 молодца. Это что, Снегурочка? Да, это Снегурочка. Да ты шо, мы знаешь, где раньше с ней работали? Со Снегурочкой этой. У нее сейчас все встанут в круг, как один. И будут ходить столько, сколько положено. Я тебе говорю, понял? А ну, встали в круг, все в круг. Команда в круг была, быстро, быстро. А ну, пошли все. Тебя тоже касается. Пошелся тебе. И весело, весело пошли. Снегурочка не любит, когда не всем весело. А ну, с песней. Хорошо, да? Ай, Снегурочка. Веселя. А ну, присадки пошли. Присядки, присядки. Стоя пошли. Побежали, побежали. Команда бегом. Команда бегом. Команда бегом. Зимой отдых совсем не такой, как летом. Зима – это красный от мороза, щеки, понимаешь? Это походы на лыжах, понимаешь? Это катание на льду. Это подлетная рыбалка. Поэтому все стараются взять отпуск летом. Доктор, помогите, умоляю. Говорят, вы исцелили стольких спортсменов. Да. Боюсь показаться нескромным, но в моем кабинете многие спортивные звезды повесили свои коньки на гвоздь. А вы, я вижу, тоже спортсмен? Нет, просто хотел отдохнуть зимой по-человечески, покататься на выжиг и вот на тебя. Ой, скрючило. А давайте сделаем несколько шажков. А как же мы их сделаем? Можно давайте? Оп, оп, оп. Скрючило я. Да вас не только скрючило, вас еще и раскорячило. Что? Неужели у меня нет никакого шанса? Да как? Это же как раз и есть ваш шанс. Конечно. Ну-ка. Так. Так, давайте ножку сюда, ножку сюда. Вот, хорошо. И вот эту ножку сюда. Сюда. Вот. И что, вы думаете, я смогу ходить на лыжах? Нет, ходить на лыжах вряд ли. Ну-ка, 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 ну-ка. Зато для прыжков с трамплина поза практически идеальная. А-а-а-а-а-а-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добро пожаловать нам, Альпи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГУТИН МОРГЕН МОРГЕН ГУТИН АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я хочу узнать, какие у вас тут номера? О, номера. Я имею номер, я имею номер люкс. Только всего 200 евро в сутки. 200? О, я имею номер 100 евро. Гундербар, мини-бар, водка, водка, водка. Только 100 евро в сутки. Нет, ну а вот ДАС ИСТ... ДАС ИСТ фантастичный номер. Я понимаю. А вот ДАС ИСТ что-нибудь вот поскромнее, шнай? Ну, я хочу посмотреть. Самый дещович номер. Номер для туристов. А, для туристов? Для туристов, да. Ну, для туристов 10 евро. 10? 10 евро. Совсем же другой разговор. 10 евро. 10 евро. А, 10 евро. 10 евро. Самый дешевый номер, мой отель, это когда я исполняю для туристов номер «Кирольский танец». Хоп-аааааааааа! Ха! Ха! Здорово, здорово! Сколько ждать тебе можно, ну? Эй, у меня так весь отпуск пройдет. Эй, я деньги за массаж заплатил. Ну, сколько мне еще ждать-то? Что за народ? Заслуженный массажист грузинской СССР Гири Иракович Гамаржавианин. Слушай, что ты нервничаешь, а? Сейчас мы тебе будем делать настоящий грузинский массаж, а? Чего? Какой грузинский? Я заплатил за тайский массаж, понятно? Тайские. Что ты нервничаешь? Ты хочешь тайский? Тайский. Ты получишь тайский. Шу! Вечера! Слушай, Эдик, этот парень хочет настоящий тайский массаж. Только тайский. Надо сделать тайский, а? Та-да-да! Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- Да, да. Вы что, не видите, что я... Я заяц. Да я как раз вот по этому вопросу. Дело в том, что я директор кафе, в котором вчера ваша фирма отмечала корпоративный Новый год. Помните? Ну, так. Очень приблизительно. И что? Так вот, ваши сотрудники перебили всю посуду. Да? Да, изорвали шторы. А лично вы, я, конечно, извиняюсь, так сказать, с корнем вырвали пальму. Пальму прямо из скатки. Да, это я. С корнем. Тут мне жена вчера говорила, что я ей какой-то букетик странненький такой подарил. А я... Ну, с корнем. Но, знаете, очень хорошо посидели. Душевно. Да. Люди страшно устали за год. напряженнейшей работой. Надо же им, ну, как-то отдохнуть, оттянуться чуть-чуть. А это ущерб, это мы все... Все. Не волнуйтесь. Вы знаете, вот лично у меня вот другое предложение. Да. Дело в том, что мои люди в кафе тоже весь год очень напряженно работали. Наверное. Ну, надо же им, ну, хоть немножко оттянуться. Да. Да? Ну, так мы тут у вас, знаете, тоже отдохнем душе. Прямо слышно. О, пожалуйста. Тем более, что и пальма у вас такая же. Ну, гуляй, ребята! Ах, эх, хе, тоже будет хороший букет. Ах, эх, хе, тоже будет хороший букет. А мой любимый писатель Шарль Перо. Он написал столько замечательных историй для детей. Ну, и какие истории для детей ты помнишь? Ну, про телепузиков, про покемонов, про Человека-паука, вот. Ну, я их же не Перо написал. Хотя я его зато и люблю, что не он их написал. Слушайте, мне очень, очень неудобно, дети. Ну, что-то так получилось. Ну, вы еще маленькие. Дети, я... Можно? Спасибо. Я хочу понять, почему отменяется представление? Я привел сюда целый класс обманутых детей. Только вы не волнуйтесь, но поверьте мне, что детям лучше этого не видеть. Что не видеть? Веселое шоу для детей, посвященное годовщине со дня рождения Шарля Перо. Людоед и Волк похищают Красную Шапочку. Это мы проходили, помните? Написано в программке. Белоснежку похищают Золушку и Дюймовочку. Но прекрасный принц, помните, принц, он всех спасает. Золушка, народный артист красивый... Ну, сама Зинаида Павловна Канарейкина. Дюймовочка, новое для меня имя, Света Перекунайнин. Белоснежка, Розочка, Муркина, Террасная Шапочка, Собакина, Людоед. Ну и, наконец, принц, приглашенная звезда, сам Александр Романов. Неужели с такими актерами нельзя было поставить мощное, красивое, яркое, красочное шоу? Поверьте, что все действительно так. Действительно, вчера была премьера, и действительно, принц Романов всех спас. И успех был совершенно грандиозный, и успех. Но дело в том, что они уже второй день это дело отличаются. И поверьте мне, это очень, очень красочное шоу, но детям этого лучше не показывать. Девочка, девочка, помоги. Несчастному дяде организм опохмелки просит. Ням-ням. Не-не-не, он ли... Хорошо. Офицер, бокал пива, дядя. Вот, спасибо тебе, родная. Только мне бы водочки, вот чуть-чуть, грамм 200. Нет. Ну, дядя, на водочку у меня денежков не хватит. А вот зато у меня есть волшебный цветик-семицветик. Видишь, всего один лепесток остался. Хочу его не на себя потратить, а на кого-нибудь другого. Вот ты добрая душа. Смотри, дядя. Вот. Ты лети, лепесток, через запад на восток, через север и на юг, возвращайся, сделав круг, облети вокруг земли, быть, по-моему, вели. Сделай так... Бутылку водки. Ящик. Сделай так, чтобы у этого дяди всегда было стойкое отвращение к спиртному. Стой, дура. Порибло все. Все, что любил. Все, во что так верил. Через пять минут начнется бал. А я на него не попаду. Ой, ой. Ты кто? Я фея. Подарок тебе принесла. Фея. Первый раз вижу фею с усами. Так и я первый раз вижу Золушку. Пятьдесят восьмого размера. Ну ладно, проехали. Что там насчет подарка? Если бы ты успела на бал, я решила подарить тебе волшебные туфельки. Помоднее ничего не было? Не было. И что? С их помощью я смогу бежать быстрее ветра? Не совсем. Вот съешь ты волшебные сливы. Съесть это мыл завсегда. С кожечками. Запей их волшебным сырым молочком. Угу. А вот теперь ты побежишь. Быстрее ветра. Тушельки-то надевать? Если успеешь. Здравствуйте. День добрый. Магазин «Русская сказка». Он самый все волшебные вещи из русских сказок. Вот шапка. Невидимка. Невидимка, да. Меч. Кладенец. Кладенец. Здоровски. Это вот скатерть. Самобранка. Самобранка, да. Я читал. Вот сапоги. С... С карохода. Ну, читали? Да. Палочки в ручалочке. Извините, нету. Так. Почему? Ну, сами знаете, они сейчас только в специальных магазинах продаются. Да, ничего, ничего. Не, ну мне бы что-то такое бы. Музыкальное бы что-нибудь такое. Ну, день рождения. Гости соберутся. Так уже, чтобы... Для веселья. Ну? Для веселья наилучшая вещь. Гусли. Самогуды, как заиграют, все в пляс пустятся. И стар, и млад. Самогуды. Самогуды. Я читал, конечно. А как, чтобы... Ну, типа, включить, врубить? А это надо волшебное слово молвить. Так, а какое? Сегодня. Гости. Гости. Хорошо. Только вот желательно не здесь. Нет. Нет, ну минуточку. Я беру вещь, я проверяю. Все. Гусли. Играйте. Гости. Вставайте. Ну, я же предупреждал. Это называется русские гусли-самогуды. Да, русские. Да, гусли-то как раз русские. Если бы мы только знали, как сейчас тяжело найти хорошего настройщика. Вот народ, а. А я думал, они только попугалки в скачать. Вот, да. Слушай, не надо, ребят. Ребят, есть? Простите там, если что-нибудь. Ну вот, окончена обработка данных всероссийской переписи населения. Перепись показала, что население в России еще есть. А вопреки ожиданиям, результаты переписи показали, что китайцев Российской Федерации всего 34 тысячи человек. Причем 30 тысяч из них граждане России. Склад выйти. Здрасте. Ну-ка, стой. Сержант Семенов, документики попрошу предъявить. Пожалуйста. Паспорт-то. Пожалуйста. А что ты мне суешь? Я тебе просил свой паспорт, а не чужой. Это моя паспорт, а моя. Да какая твоя там фамилия? Иванов. Моя Иванов, моя Иванов и есть, а моя. Иванов, да? Мм, Иванова. Ну ты еще скажешь, что ты русский. О, моя русский. Лусский, правильно, моя русский. Русский он. Да у тебя же на твоей... У тебя же на твоем лице написано, что ты из Китая переехал. Какой ты, к черту, русский? Моя русский. Моя русский только сделали, моя в Китае. Матаинчаяна. Желтая сборка. Ах ты, супкин сын, комаринский музык. Ах ты, супкин сын, комаринский музык. 95% жителей России работают по найму и только 1,5% работодатели. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Почему в глаза мне не смотришь? В глаза смотреть. Глаза бы мы у тебя не видели. Молчи, женщина. Муж пришел. Ты должна меня уважать. Чего? Алкаш ты проклятый. Валенок ты дырявый. Уважать тебя. За что тебя уважать? За что тебя уважать? Я тебе стираю. Я тебе готовлю. Я весь день на тебя работаю. Работаю, работаю. Так кто ты такой вообще, чтобы тебя уважать-то? Я кто? Я свой работодатель. Чего? Что ты? Витя! Витя, прости, Валю. Витя, что я без тебя буду делать? Витя! 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 67,6 миллиона женщин приходится 67,6 миллиона мужчин. Витя! Витя! А великий султан, беда, страшная беда. Как тебе не стыдно, ты евнух. Ты испугал нас. Мы рассердились. Мы очень гневаемся. У нас знаешь что? Что? У нас беда. Мы знаешь что? Что? Мы вымираем. Кто умирает? Мы вымираем. Да мы живее всех живых. Ты говори толком, что случилось? Я великий, очень нервничаю. Хватит. Ты повелел мне правости переписи. Ну? И я, о великий, переписал весь твой гарем. Ну? У нас получается, что на одного мужчину приходится 30 женщин. Это плохо, очень страшно плохо. Это очень хорошо. Просто ты неправильно считаешь. Это на одну женщину у нас в гареме приходится одна, 30-я часть мужчины. И мы оба знаем, какая это часть. Хотя как раз ты мог об этом уже и забыть. Основной источник в исполнении потерь численности населения России – миграция. Не, не то. Не, не то. Черепицу надо менять. Надо делать такую, ну, обычную медную крышу. Да? Медную. Ну, все, работайте. Хорошо. Хозяин, там помочь ничего не надо. Так и чё? Ёлки-папки. Ёлки-папки. Извини, просто ты… Прости. Запачкаю. Да ничего. Ну, дай поцелуй, ну, Пашка, ну… Ну, дай, дай, дай. Вот такой вот. А я с рыбалки еду, у меня же товарищ здесь живёт. А он говорит, тут Пашка дом строит. Сто лет тебя не видел. Да, слушай, сколько ж мы, чтобы вы не виделись-то, действительно. Ну, как дела-то? Ну, дела как? У меня лучше всех. Вот строю дом. Тут молодец. Ну, ладно, ты-то как? Ну, я тоже неплохо. Ты знаешь, тут главное место, очень хорошее. Место, да? Да, тут просто пять минут до Кольцевой. Я знаю. Да, но я денег отдал, я тебе скажу. Так место-то дорогое. Ну, ужас, да, но зато, видишь, зато всё по-взрослому. Дом, три этажа, извините, бассейнчик. Бассейн есть? Да. Ну, нанял бригаду Молдаван. Молдаван? Да я просто прикинул, так будет подешевле. У тебя-то как, а? Можно говорить. Ну, сейчас бежать, что ли. Ну, что, я ведь тоже дом строю, Пашка. Ну, хорошо. Нанял бригаду швейцарцев. Швейцарцев? Да. Ну, швейцарцев. Ну, зря, швейцарцев, но дорого же. Ну, что ты, взял бы и тех же Молдаван, белорусов, украинцев. Вообще дороговато. Дорого. Дороговато. Ну, ты знаешь, Паш, я просто прикинул, елки-палки, и я думаю, знаешь, все-таки дешевле швейцарцев. Дешевле швейцарцев, чем Молдаван везти в Швейцарию дешевле. Ну, давай, так, чтобы тебя не испачкать, будешь в Женеве, заходи. Ага, ага. Рад был тебя увидеть. Счастливо, родной. Ага. Давай. О. 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 КОНЕЦ Ты опоздал на целых полчаса. А еще деловой человек. Документы готовы? Готовы. О-о-о-о! О-о-о, да-да. Лучше бы я вместо тебя женщину взял. Тут можно подумать, что деловые женщины работают лучше нас. Ну, конечно, лучше. Конечно, лучше. По крайней мере, они не тратят время на женщин. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Бизин, ты Петрович? О, здорово! Сто лет тебя не видел. Да. Ой, как хорошо. Может, по этому поводу? Чего? Чего? Да не, 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 не. Не надо, не надо. Не, ну нельзя. Ты меня извини, Петрович, но ты уже совсем под кабрук попал. Ну? Во двор к людям не выходишь. Не. Ты прости меня, но вот когда твою жену главным бухгалтером сделали, ты же с суртками у плиты стоял. Ну, стоял. Ну, а что делать? А когда ее замдиректора назначили, на тебе еще и стирка легла. Ну, легла. Ну, так а что? Ну, ну, что делать? Что ж за жизнь? А сейчас опять вышел, воздухом дышишь, гуляешь. Да. Может, ее наконец-то того? Чего того? Ну, это, в смысле, уволили наконец-то, а? Ага, повысили. Она уже полгода как директор. Вот полгода назад мы с ней в последний раз и виделись-то по-человечески. А мне вот теперь надо больше гулять, воздушком дышать. Ой, а что делать? Шестой месяц уже пошел. Как так? Вот. Стучит. Мужики, мужик Петрович Брюхаты! Мужики! Коля! Петрович Брюхаты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коля, Кёрт. Дети я носит. Я на работе вкалываю, дома вкалываю, а она опять была на этом совете директоров с этими своими кабелями. Чего у тебя рожа такая довольная? Ну чего ты? Чего ты? Были переговоры с деловым партнером. Переговоры? На рыбалке. Ничего личного. Это бизнес. А вот удочка. Удочка. Вот. Чего ты? Уточка. Удочка. А дирима, дирима, что опять скажешь, клёво не было? Ну почему клёво не было? Было так клёво. Ой, как было клёво. Мама, мама. Не бойтесь, гражданочка. Подожди. Вот так встань. Вот так. Стой, кто идёт. Мне бы с бойцами женского батальона поговорить. Много вас тут таких ходит. Ну, я сказал, не пущу всё. Я из Смольного. С поручением склонить вас. Да? Что, склонить? Да. Склонить вас на сторону пролетарской революции. Хватит кормить буржуев. Долой временное правительство. Наши женщины должны принадлежать нашему народу. Мы хотим наших женщин. Оттойтись ты! Что вы хотите? Наших женщин? Ты кто такой вообще? Я большевик. Правда? Да, большевик. Ну, давай, большевик. Заходи. Посмотрим, какой ты большевик. Вот, девчонки, говорит, что большевик. А-а-а! И мы не преволюшим. А-а-а! Тоже мне большевика. Так, тьфу, мелкий провокатор. Девчонки, ставьте его к стенке. Да по очереди только. А-а-а! 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 Господа, я опаздываю на заседание Кабинета Министров. Поэтому, пожалуйста, вопросы. Госпожа Министр, хотелось бы услышать о перспективах развития вашей отрасли в текущем году. Мы ожидаем в нашей отрасли рост производства на 4,3%, что на 2,55% выше, чем в прошлом году. Спасибо. Если позволите, последний вопрос. Наши зрители с удивлением узнали, что вы, вот такой занятой человек, не забывайте, что вы женщина, и нашли все-таки время родить пятерых детей. Шестерых? Шестерых? А у меня написано пятерых. Или пятерых. Шестерых. 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 Или пятерых. Господа, пресс-конференция закончена. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!